Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в Институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в Институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Часто люди спрашивают меня, почему вы столь много говорите о Царстве Божьем? И ответ очень прост. Когда Царство Божье будет установлено, это решит все. Всякую проблему для того, кто в отношениях Завета с Богом через Мессию Иешуа. Если у нас есть вера в Него, и мы приняли Его план спасения, то когда мы войдем в это Царство, и я говорю в конечном итоге о новом Иерусалиме, окончательном состоянии Царства Божьего, тогда не будет никаких больше проблем. Не будет больше смерти, не будет больше болезней. Не будет ничего против Божьего совершенного желания для нас с тем, чтобы мы могли принять Его благость, Его любовь и Его вечное благословение. Таким образом, нам необходимо быть посвященными Царству Божьему. И давайте я скажу это по-другому. Нам необходимо быть людьми, которые мыслят соответственно Царству Божьему. Потому что когда мы будем мыслить соответственно Царству Божьему, мы будем вводимы Духом. Мы будем принимать решения на основании Царства. А такого рода решения очень угодны Богу. Мы продолжаем изучение 17 главы Евангелия от Матфея. И мы увидели что-то. Ученики Мессии. Очевидно, что Он научил их хорошо. Все для того, чтобы они исполнили Его волю. Он обеспечил. Он проводил с ними время, уча их, наставляя их, показывая им. Но вот проблема. Последнее, о чем мы говорили в 17 главе, что ученики, они маловерны. Так переводится сказанное в одном манускрипте. А в другом сказано, что они против веры. А что значит быть против веры? Просто то, что у них нет мышления Царства. Они не действуют в истине Божьей. И это приводит нас к очень важному вопросу. А именно, а вы действуете в истине Царства Божьего? У вас правильная точка зрения? Вы видите все так, как этого хочет Бог? Только когда мы будем видеть все с точки зрения Царства, то есть с точки зрения Бога, мы будем принимать правильные решения и будем оснащены для победы. Что ж, с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 17 главу. Вы помните, что Отец приводил своего сына к ученикам, и они не смогли помочь этому молодому человеку. А мы знаем, что за проблема была с этим молодым человеком. Он был одержим бесом. Вспомните, Отец его сказал, что бес сделал так, что юноша часто бросался в огонь и часто в воду. И эти две стихии относятся к Суду Божьему. Вот в чем цель демонического влияния – подвести вас под Суд Божий. Но водительство Святого Духа, послание Слова Божьего приведет вас к победе, чтобы вам стать победителем. Итак, посмотрите вместе со мной 17 главу и вспомните, что ученики пришли, они были в замешательстве и спросили Ешуа, почему мы не смогли изгнать беса. Скоро мы увидим, что он скажет. Но обратите внимание на то, что он сказал вначале. Он обличает их за недостаток веры, за маловерие, за то, что они не работали, не действовали, не вели себя согласно истине Божьей. Потому что, библейски говоря, есть взаимосвязь между истиной и верой. Вера — это когда мы покоряемся истине Божьей. И мы продолжим с середины 20 стиха, где сказано, Ешуа говорит следующее. «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру...» И нам знакомо это выражение. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно...» Все мы знаем, что горчичное зерно крошечное. Тем не менее, даже крошечное количество истины, примененное к нашей жизни, приводит нас к правильным решениям. И в итоге будет мощный результат. Даже немного веры произведет мощное изменение в вашей жизни, в ваших обстоятельствах, в вашей ситуации. И также, благодаря этому, вы будете инструментом для того, чтобы производить изменения в жизни других. Итак, Ешуа говорит ученикам, «Вы против веры. У вас маловерие. Вы не действуете в истине. Но если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете...» Обратите пристальное внимание и скажете «Горея этой». Когда мы смотрим это место в греческих текстах, очень важно увидеть, что сказано на языке оригинала. Эта гора не просто какая-то гора, но конкретная. И что это за гора? Если мы посмотрим другие Евангелия, другие места Нового Завета, то увидим, что гора, о которой говорит Ешуа, это Елеонская гора. Почему? Ответ таков. Пророческая истина. Осознаете ли вы... И давайте я приведу вам цитату из книги Захарии. И Захария много говорит о Царстве Божьем, много говорит о последних временах, о том, что произойдет с тем, чтобы нам быть верными людьми, действующими и ведущими себя согласно пророческому откровению. И он говорит, что будет день, когда Мессия вернется, и Писание говорит нам, куда именно. Захария говорит нам, и также книга «Деяния», что когда Мессия вернется, и мы говорим не о блаженном уповании, говорим не о восхищении Церкви, мы говорим о Втором Пришествии. «Когда Мессия вернется на землю, и Он придет». И в конечном итоге, после того, как Он победит врагов, и мы знаем, куда Он придет, Он придет, и ученикам было сказано почти две тысячи лет назад. Им было сказано, что так же, как Он взошел на небеса с Елеонской горы, таким же образом Он и вернется. И Он вернется вначале, на то же самое место, на Елеонскую гору. Если вы продолжите читать книги Захарии, я говорю о 14 главе этой книги. Там сказано, что произойдет нечто. Я не буду особенно двигаться в пророческом направлении, но там сказано, что каждый народ мира, вы услышали это? Каждый народ мира обратится против Израиля. И пойдет войной против Него. И когда Писание говорит, все народы мира, это именно то и значит, никаких исключений. И на эту последнюю битву Мессия вернется. И вот одно из того, что произойдет, согласно 14 главе книги Захарии, это следующее. Когда Мессия придет на Елеонскую гору, эта гора будет приведена в движение. И крайне важно, чтобы вы услышали это. Эта гора будет приведена в движение. Часть ее перейдет в Средиземное море, а часть в Мертвое море. Ямхамелах, соленое море. И что произойдет, когда гора будет сдвинута? Что ж, мы в этом уроке не говорим много о пророчестве, но вот что должно произойти для установления Царства Божьего. Если продолжите читать 14 главу Захарии, «Вскоре после того, как гора будет сдвинута, Елеонская гора, мы знаем что-то, Царство будет установлено, и начнутся добрые Божьи времена». Это то Мессия и говорит им, когда они приходят к Нему и говорят, «Почему мы не смогли изгнать этого беса?» И Он говорит им две вещи. Прежде всего Он говорит, «Вы против истины». Какой истины? В контексте против истины Царства. Они не мыслят так, как должно мыслить, и они не мыслят согласно Царству. И что происходит? Они терпят неудачу. Они не смогли исполнить то, что хотел Бог. И, следовательно, продолжим читать в этом отрывке. «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажите горе этой, перейди оттуда сюда, и она перейдет». И обратите внимание на следующую часть. «И ничего», и это эмфатическая конструкция, «И ничего не будет невозможного для вас». «Ничего не будет невозможного». «Вы сможете». «Для вас будет возможна все». Когда он говорит все, поймите, о чем он говорит. Все, относящееся к Царству. Все, относящееся к воле Божьей. Вам никогда не надо совершать то, что не коренится в воле Божьей. Так что Бог не дает тут пустой бланк. Запомните, что вы хотите. Вам необходимо помнить, что мудрый человек желает исполнения воли Божьей. У такого человека сердце не осквернено, но утверждено. Оно соответствует характеру Божьему, желаниям Бога, воле Бога. Это сердце будет соглашаться с Богом. И позвольте мне поделиться с вами. Если вы ничего другого не усвоите из этого изучения, вот что я хочу, чтобы вы записали и запомнили. Каждое утро, когда вы встаете, каждый вечер, когда вы ложитесь спать, запишите «Боже». И это молитва. «Я хочу соглашаться с тобой. Помоги мне соглашаться с тобой». И если вы прилежно и искренне вознесете эту молитву, «Я хочу соглашаться с тобой». То, что ты откроешь мне, я сделаю. Ваша жизнь, вне всякого сомнения, преобразится. Так спросите себя, можете ли вы помолиться этой молитвой искренне? Обратите внимание на то, что еще происходит в этом отрывке. Мы готовы прочесть 21 стих. Он говорит «Этот же род». И снова говорит о бесе. Он говорит «Этот же род», подразумевается «этот род бесов», изгоняется только молитвою и постом. А библейски эти две вещи всегда идут вместе. Когда мы говорим о посте, он всегда сопровождается молитвой. Пост — это действие, которое усиливает, пост делает наши молитвы более эффективными. Он сокрушает то, на что мы склонны полагаться, нашу силу, нашу перспективу, то, что хотим мы. Когда мы постимся, это ослабляет плоть и усиливает действие Духа в нас. И давайте я просто скажу, и я знаю, и скажу это снова, я знаю, что это так и есть. Если ваш ум настроен на царство, вы будете больше поститься и больше молиться. Давайте перейдем к следующему утверждению, которое он делает в 22 стихе. Он говорит здесь. Но это и означает, что есть разрыв связи. Мы видим что-то новое, но тем не менее имеющая связь для нас. Он говорит, но когда они возвращались в Галилею, и я бы это подчеркнул, Писание очень, очень информативно, потому что это означает, что были они не в Галилее. А где они были? Ответ. Они были около Елеонской горы. Здесь есть контекстуальный ключ. Когда тут сказано, снова посмотрите 22 стих, «Но когда они вернулись, когда вернулись в Галилею, Он сказал им, Иешуа и Иисус сказал им, «Сын человеческий» — это его любимый способ говорить о себе как о слуге человечества. Он говорит, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Дальше он говорит, «И убьют его». И заметьте следующее. И мы бы подумали, что смерть и воскресение в каком-то смысле не связаны. Одно говорит о смерти, другое говорит о жизни. Но в языке оригинала есть взаимосвязь между смертью и воскресением, потому что, умерев физически, мы будем переживать новую жизнь. Это возвращает нас к тому, о чем мы изучали ранее, говоря, что, взяв свой крест, мы обретаем жизнь. И вот тут проблема. И многие люди, я в течение пасхального времени получаю много писем по этому вопросу, потому что в некоторых текстах сказано, «После трех дней и трех ночей Мессия воскреснет из мертвых». В других сказано «на третий день». Посмотри, поймите следующее. «Третий день» — это очень важный термин, библейски говоря. Фраза «третий день» несет с собой очень важное послание. «Три» связано с раскрытием, и в этом контексте «три» связано с волей Божьей, с проявлением воли Божьей. И «три» — это победный день. Почему я это говорю? Что ж, одно из первых мест, где это появляется в Писании, это в Акидат Ицхак, то есть в связывании Исаака. Когда Авраам пошел к море, к горе моря, Мария, то вы знаете термин «море», а на иврите «мория» означает «Господь мой учитель». Когда Авраам пошел туда, произошло все исполнение этого события великой значимости. Прочтите 22 главу книги «Бытие». Это произошло на третий день. Так что третий день — это день исполнения. А когда Бог исполняет что-то, есть победа для тех, кто принадлежит Ему, кто часть Его дела, кто посвящен Его целям, кто служит Ему. Посмотрев на этот текст, мы видим, что тут не сказано «на третий день». Когда дойдем до Евангелия от Матфея 26-17, то скажем больше о грамматической конструкции, но буквально тут сказано, что Мессия, здесь сказано, что Его предадут смерти ради третьего дня. Термин «третий день» связан с исполнением воли Божьей победоносным образом. Так что Его смерть для цели исполнения воли Божьей, и это произведет победу для нас. Так что буквально здесь сказано в греческом «дательном падеже». Возможно, вы не знаете греческую грамматику и значение разных падежей, но в этом случае «дательный падеж» в данном контексте говорит «ради», для цели, для того, чтобы исполнить что-то. «И третий день» — это день победы, библейски говоря. Так что Мессия умрет, и ради третьего дня Он будет воскрешен. Он воскреснет, и заметьте нечто, что реально трудно понять, потому что, да, Он говорит, «Меня предадут смерти». Затем Он говорит о воскресении. Воскресение — это то, что должно радовать нас, потому что воскресение связано с царством. Я упоминал много раз, что когда мы видим термин или ссылку на воскресение, нам на ум должно приходить царство. Так что когда Он заговорил о воскресении, они должны были быть обрадованы. Но что говорит Писание? Посмотрите конец 23 стиха. Они весьма опечали. Они так и не поняли о воскресении. И давайте я вам это докажу. В тот день, в день, когда им следовало бы ожидать исполнения того, что Он сказал, а это был день, о котором Он сказал, что воскреснет из мертвых, никто, никто не пришел к гробнице в ожидании увидеть воскресшего Спасителя. Те женщины пошли туда, чтобы оказать Ему надлежащее погребение, чтобы помазать Его мертвое, как они думали, тело. Даже Мария Магдалина думала, что Он мертвый. Никто не ожидал воскресения. И вот что это значит. Вот о чем нам это говорит. Ни у кого на самом деле не было веры в Царство Божье. Возможно, они любили Иешуа. Возможно, они верили в Него. Но на самом деле у них не было веры. И их жизнь не отражала надежду Царства. А когда у вас нет надежды Царства, вы не сделаете ничего, что будет иметь вечное последствие, что согласуется с волей Божьей. Посмотрите 24 стих. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру, собиратели, сборщики храмового налога. они подошли к Петру и сказали и обвинили». Сделали обвинение против Мессии. Они сказали, «Ваш учитель не платит храмовый налог». Такая была у них мысль. Но обратите внимание на то, как ответил Петр. Он говорит по сути, очень сильно использует слово «най», которое означает, «Да, конечно, безусловно, он платит». «И когда…» Так что этим разговор с Петром закончился. Он говорит им, «Да, он платит налог». «И когда вошел он, Петр, в дом, а это дом Ешуа, мы видим, что Ешуа предвидел этот вопрос». Почему? Потому что он Сын Божий. Он знает все. Так что он опережает то, что Петр хочет сказать. Ешуа. Ешуа, определив то, что хотел сказать Петр, сказал, «Как тебе кажется, Симон?» Тут вопрос. Он хочет, чтобы Петр подумал над этим и пришел к истине. Он говорит, «Как тебе кажется, Симон?» «Цари земные с кого берут пошлины или подати?» Это два разных вида налогов. Так что он говорит Симону, Шимону, Симону Петру, Кифе. Он говорит Шимону, «У меня к тебе вопрос. Цари земные с кого берут пошлины, налоги, подати?» Заметьте, что Петр сказал в ответ. Мессия спрашивает его. Он говорит, «С кого они получают? Сынов ли своих или с посторонних?» Имеется в виду с тех, кто не в семье. 26 стих. Петр говорит ему с посторонних. И, конечно, он прав. Заметьте, что говорит Иешуа. Он говорит здесь, что поклонение детей Божьих находится на другом уровне. Мы стали сыновьями и дочерями живого Бога. У нас есть новое взаимоотношение, искупительное взаимоотношение. И поймите следующее. В Новом Иерусалиме не будет никакого храма. Вы знали об этом? И когда сказано, что ковчег Божий пребывает с людьми, то этот ковчег попросту место обитания Бога. Означает, что место обитания Бога будет среди нас, с нами в Новом Иерусалиме. Мы его семья. Он хочет быть с нами. Итак, еще раз. Он спрашивает, «С кого они получают налоги?» И Петр отвечает, «Конечно, с посторонних». Теперь посмотрите 27 стих. «Ешуа говорит Петру, раз с посторонних, следовательно, сыны свободны». Свободны. Имеется в виду, Бог в ситуации царства среди своей семьи не ищет того, чтобы получить. Он дарует. Так что Он говорит, «Итак, сыны свободны». Но, чтобы нам не соблазнить их, это столь важный принцип. Он состоит в том, что мы не хотим ни перед кем полагать камень преткновения. Перед тем, кто может не понять, перед тем, у кого нет такого посвящения, кто еще не возрос, кто не зрелый. Так что Ешуа говорит, «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море». А вода библейски связана с благословением. Он говорит, «Пойди на море, брось удочку». Это означает, «Пойди на рыбалку, брось удочку». «И первую рыбу, которая попадется, возьми и открыв у ней рот». Я люблю это. Вот Он говорит рыбаку Петру. Понимаете? Вот что Ешуа хочет сделать. Он хочет взрастить веру Петра. И если Петр послушается, возьмет инструкцию Ешуа и применит, Он увидит, сколь велик Его Господин. Господь Господствующий, Сам Сын Божий, Бог Эммануил с нами. Он знает все. Он говорит, «Брось удочку, и первую рыбу, которая попадется, возьми и открыв у ней рот найдешь». Никакой неопределенности. Ты найдешь монету. И эту монету храмовый налог составлял пол шекеля. В тексте использовано название греческой монеты, которой можно было заплатить два храмовых налога. То есть речь идет о сумме, достаточной для двух человек. И вот почему Ешуа говорит, «Возьми и открыв у ней рыбы рот, найдешь монету. Возьми ее и отдай им за меня и за себя». Мы видим следующее. Мессия. Почему это было так важно? Потому что он никогда, ни разу не нарушил закон Моисея. Он не был обязан, но подчинил себя сам, чтобы дать свидетельство тем, кто приходил с этой перспективы. Чтобы у них не было оснований предъявить ложное обвинение. И вы подумайте, вот о чем. Он знал, какую рыбу Петр поймает первой. Он знал, какая там будет монета. Как только Бог мог сделать это? Вот почему Писание снова и снова говорит нам о том, кто есть Иешуа. Он буквально Сын Божий. И только когда вы его принимаете тем, кто он поистине есть, Сыном Божьим, тогда вы увидите царственное изменение в своей жизни. На этом закончу. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.